Привет друзья, ставьте лайк, обязательно пишите свое мнение в комментариях. А теперь поехали! Большинство из тех, кто ездил плацкартам, однозначно и уверенно скажет, что место у туалета – это худшее место в вагоне. На самом деле все не так просто, и действительно опытные путешественники найдут несколько важных достоинств даже у него. Особенно если речь идет о поездке на современном вагоне, какие же достоинства могут быть у 38-го места плацкарта – той самой верхней боковой полки, что расположена в непосредственной близости от входа в туалет. На самом деле достоинств у этого места более чем достаточно. Поговорим о каждом из них по порядку. Стоит сразу отметить, что некоторые преимущества весьма неожиданные и неочевидные даже для тех, кто пользуется железнодорожным транспортом на регулярной основе. Во-первых, 38-е место почти гарантированно попадает под действие всевозможных акций железной дороги, сокращают цены на плацкарт и без того часто. Понять систему, по которой ЖД выбирает места, сложно. Но факт остается фактом. Горе место у входа в туалет почти всегда в списке. Во-вторых, выбрав это место с высокой вероятностью, гарантируете себе полное одиночество и покой. На полках поблизости, скорее всего, никого не будет. Конечно, иногда люди ходят в туалет, однако большинство делает это сразу после посадки или перед выходом. В-третьих, если вагон современный, то туалетом точно пахнуть не будет. Если повезет, то и дверь сильно шуметь не будет. На 38-м месте очень часто имеется розетка. Кроме того, как и на любой другой верхней полке, здесь отличная вентиляция. Кроме того, данная полка очень часто оборудована небольшой перегородкой, какой-никакой, а дополнительный уют. Наконец, не стоит забывать еще об одном крайне важном достоинстве данного места. Туалет точно всегда будет рядом. В некоторых ситуациях и такая тонкость может оказаться важной для поездки. Само собой, все перечисленное касается только вагонов нового образца. Рисковать и брать описываемое место в старом составе точно не стоит. Так раз уж мы рассказываем вам об этой теме, вот советы, которые помогут упростить поездку и сделать ее дешевле. Постельное белье в плацкарте должен стелить проводник, но только людям с ограниченными возможностями, пожилым, беременным и пассажирам с детьми. Вы можете не сдавать белье проводнику в конце поездки. Это обязанность проводника. В поезде можно провести велосипед, но для этого его нужно разобрать. Он может находиться на третьей полке. Его вес не должен превышать 36 килограммов. Также велосипеды можно провозить в пригородных электричках, но для этого нужно купить билет. Бесплатный провоз возможен в московском регионе с 11 до 16 и с 21 до 6 часов. На вокзале можно бесплатно сходить в туалет. Если у вас есть билет на поезд или электричку, то на вокзале по этому билету вы бесплатно можете пройти в туалет. Прервать поездку на поезде можно на срок до 10 дней. По пути следования вы можете выйти на любой остановке и продолжить поездку в течение следующих 10 суток. Для этого в течение 4 часов нужно обратиться к администратору вокзала. Для продолжения поездки нужно заплатить за плацкарт. Отставших от поезда бесплатно довозят до следующей станции. Обратитесь к начальнику станции. Он свяжется с коллегами, которые соберут ваши вещи и оставят на ближайшей остановке. Туда вас обязаны доставить бесплатно. Поездку вы сможете продолжить, оплатив только плацкартное место. Дешевле всего покупать билеты за 90 дней. Так можно сэкономить до 50% от стоимости билета. Если покупать билеты летом или на праздники, то переплатить придется около 10-20%. Дополнительную скидку в размере 35% можно получить за 7 дней до и после дня рождения. Но она предоставляется для поездов, идущих в Европу, например, в Берлин, Париж или Ниццу. У проводника должна быть аптечка. Ей можно пользоваться бесплатно. Также можно попросить швейный набор, стакан, ложки и настольные игры. В поездах есть розетки, но лучше взять с собой тройник. Розеток намного меньше, чем пассажиров. Чтобы никому не было обидно, захватите с собой тройник. Чтобы заряжать гаджеты, смогли сразу несколько человек. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.